Добрый день всем, кто присутствует, кто пришел послушать. Меня зовут Сергей Лисовский, я Senior Java Developer, Team Lead в черновинском офисе компании SoftServe. Был я на конференции Java EE Conf в этом году и в прошлом. В этом году тоже больше было посвящено на конференции Big Data и всяким клаудам и всему остальному. Но, к сожалению, как-то амазоновские сервисы, хотя они все прочнее занимают место в разработках, не услышал я и не увидел то, что бы хотелось. Ну и в связи с этим, и не только хотелось давно подготовить какую-то презентажку по амазоновским сервисам. А у нас на проекте мы используем порядка пяти сервисов, если не больше, из рода Амазон веб-сервиса. То есть это и не только DynamoDB, это и SimpleQ Storage, и S3 Storage, и C2 Storage, и MapReduce. Будем использовать еще RDS сервис используем. Вот, то есть, ну, как бы, пользуемся сервисами этой компании очень плотно. Один из них это Amazon DynamoDB, и начнем мы с названия Fast and the Furious. Думал долго над названием, почему назвал так, сейчас попытаемся разобраться. Ну, вот у нас такая адженда на сегодня, то есть мы попробуем разобраться, что такое DynamoDB, посмотреть какие-то имущества, там, фичи, которые есть, как стартануть с помощью определенных инструментов, с сервисом DynamoDB, рассмотрим там немножко API, лимиты, которые есть, формирование, как бы, ценовое, потому что сервис не бесплатный на определенном уровне, есть и бесплатная, как бы, возможность пользоваться. Все это рассмотрим, best practices, сценарии, вот, ну, в принципе, вот такая вот адженда. Идем дальше. Первое время, когда мы использовали просто relational database у нас на проекте, и потом пришла идея, ну, она там как-то созрела в голове клиента, очевидно, они интересовались, как работает, до этого использовался и C2 Storage, там, и S3 Storage, но как-то импробовать, повысить производительность системы. И было такое предложение, там, часть таблицы перевести из relational database в клауды в Amazon DynamoDB. Вот, ну, и, естественно, первый раз, услышав об этом, никто не знал, что это, естественно, задались вопросом, очередная какая-то ерунда, что это такое, к чему это, никто ничего не знает, нужно разбираться. Вот, ну, после этого, конечно, уже стали разбираться, пришло понимание, что это такое, уже почитали, разобрались. Что с собой представляет DynamoDB? Это не просто database, вот, это NoSQL database, ну, как бы, кто не знаком с понятием NoSQL, то есть NoSQL database, это изначально было, как бы, насколько я вот читал и разбирался, NoSQL, просто база данных без SQL-запросов, как бы так. Вот, но потом, в принципе, не просто NoSQL, но relational database, то есть там нет привычных для нас relational связей, вот, привычного, там, обращения к базе, вот. Плюс это еще и не просто база данных, это полноценный сервис, потому что все, что находится, все находится на, в облачном хранилище компании Amazon, то есть мы, как бы, имеем туда доступ, мы можем там менеджить это что-то, но все находится там, вот. Поэтому это database-сервис больше, нежели просто database, который мы можем куда-то загрузить и что-то пощупать самостоятельно, где-то локально. Значит, ну, и есть фичи, конечно. Что за фичи, которые есть у DynamoDB? Сейчас мы рассмотрим некоторый список, но попробуем разобраться, что же это такое. Немножко поехал, здесь шрифт. Окей, значит, что же предлагает нам DB? Это высокоскалированный, scalable сервис, который позволяет суппортить данные, ключ, значения. В общем, подразделяются сами, ноускельная база данных там есть, у нас построена на основе графов, на основе ключ-значения, для документа оборота. Вот, ну, когда мы начинали работать с DynamoDB, это была еще просто key value база данных. Сейчас это, база данных позволяет еще и работать с документами, там, листы, закидывать мэпы, работать даже с JSON. Вот, раньше это было в качестве стринга и приходилось это обрабатывать. Сейчас это более удобное, более удобный инструмент для этого появился. Потом, provision.ru.put, это значит, что легко настраиваемая, можно скалировать пропускную способность таблиц. Вот, автоматизированный storage, полностью distributed, находится на серверах компании Amazon. И все данные хранятся на твердотельных накопителях, более того, они распределяются по нескольким серверам для надежности хранения. Ну, естественно, shared nothing architecture, немножко тут не согласен, потому что все-таки думать над архитектурой построения аппликейшена с помощью DynamoDB нужно. Быстрый, предсказуемый, легко администрируемый, ну и тут built-in full tolerance, там существуют определенные диаграммки, там встроенные графики, которые позволяют в онлайн режиме наблюдать за тем, что происходит с нашей DynamoDB. Ну, для того, чтобы стартовать, у нас есть несколько возможностей. Одна из таких возможностей, это получается Amazon Web Services Free Tier, то есть этот Free Tier, в принципе, инструмент не только для бесплатного аккаунта к DynamoDB, то есть он позволяет create, там, аккаунт бесплатный для многих сервисов, там есть список, я уже, так, ну, сколько здесь, 21 продукт и сервис в этом списке, да, там определенный есть лимит на аккаунт, но можем, в принципе, create, даже бесплатный аккаунт, здесь он, правда, на год дается, вот, но можно попробовать этот аккаунт и потестировать. Регистрация, правда, там нужен номер кредитной карточки для того, чтобы, если превысится лимит, который допустимый для использования тех или иных сервисов, будут, естественно, считываться деньги. Вот, но, в принципе, при разумном использовании можно попробовать, там, достаточно большие объемы позволяет, ну, Amazon позволяет использовать для того, чтобы просто это пользоваться этим бесплатно. Вот, вот, для DynamoDB позволяет использовать 25 гигабайтный storage, вот, и с пропускной способностью, там, 25 юнитов в секунду и на операции чтения и записи, вот, ну, как они пишут, это позволяет хендлить, там, 200 миллионов реквестов в месяц, вот, то есть, абсолютно бесплатно. Второй инструмент, который мы можем использовать после того, как мы create, create, name account, то есть, вернее, один из инструментов, это помимо стандартного, стандартного амазоновского браузерной консоли, которую мы используем для доступа к амазоновским сервисам, мы можем использовать также встроенный официальный плагин для Eclipse, вот, что, ну, как бы, в принципе, важно для разработчиков, там, и Java разработчиков, и разработчиков на других языках, то есть, это абсолютно бесплатный инструмент, которым можно пользоваться, он, конечно, может быть, не такой мощный, как сама консоль амазоновская, но, вместе с тем, этот плагин официальный, и он наиболее полно поддерживает функции всех доступных там сервисов, в том числе, и позволяет производить операции с DynamoDB. Ну, вот, то, что из себя представляет, в принципе, менеджмент консоль амазоновская, здесь, если вы видите много всяких сервисов амазоновских, в том числе, среди них и DynamoDB, вот, который с помощью этого инструмента онлайн мы можем заходить на, через браузер и менеджить нашу DynamoDB после того, как мы креатим аккаунт, вот. Ну, после того, как аккаунт креатится там, и мы создаем таблицы, таблицы DynamoDB имеют вот приблизительно такой вид в консоли, если у нас там таблички имели вот приблизительно вот такой вид в плагине, то в менеджмент консоли вот список таблиц приблизительно будет такой, с возможностью посмотреть детально, что там находится, с мониторинговыми всякими фичами, то есть там и графики, все остальное, и плюс здесь вверху кнопочки для менеджмента таблиц, вот, для серфинга по табличкам, вот. Также еще в ходе подготовки к презентации интересно наблюдать сам факт прогресса Амазона в этом плане, потому что многие вещи изменяются и расширяются и, наверное, улучшаются для пользователей, потому что сравнивают, какая DynamoDB была до, там, скажем, два года назад, то есть здесь на порядок больше стало инструментов в самом API в DynamoDB, и, в частности, один из этих инструментов представляет собой, как элемент доступа, мы уже говорили о консоли, о плагине Eclipse, есть инструмент еще локального сохранения, то есть можно скопировать в качестве архива локальную копию себе на компьютер и развернуть такую пробную версию DynamoDB у себя локально, вот. Это презентовалось, насколько я помню, в конце 13-го года, то есть это не так и давно у них существует, то есть здесь можно тоже заходить, я не интересовался, насколько там функционал позволяет полностью использовать всю мощь, но возможность такая есть, там есть у них вот этот JavaScript shell, через который можно иметь доступ, и плюс там, по-моему, браузерный у них тоже доступ есть в этот DynamoDB Local для того, чтобы попробовать локально и какие-то там, не знаю, API штуки взять, попробовать новые, если есть, вот. Ну, и можно с чего-то стартануть, почему, как бы, гоночная машина, разобравшись, действительно база данных быстрая, и я ее, как бы, сравниваю с неким таким спорткаром быстрым, который, как вот, трансформер, Bumblebee такой, вот, который гоняет, ну, в принципе, для того, чтобы управлять таким Bumblebee, нужно иметь понимание, как им управлять, вот, потому что инструменты хорошие, ну, нужно знать, как ими пользоваться, вот. Вот, для того, чтобы стартовать вообще с амазоновскими веб-сервисами, существует, и Амазон развил в этом плане деятельность, здесь существует очень много инструментов, то есть, ну, я практически не знаю, по-моему, их не было столько раньше, вот, я не слежу каждый день за этим, но вот это примеры, какие SDK есть у Амазона для разработки и для коммуникации с его сервисами с помощью, там, Java, с помощью .NET, на Android, PHP, Python, Ruby, то есть, инструментарий очень большой, каждый, естественно, этот SDK отличается, вот, нас больше интересует как направление Java, Java-программирование, вот, но при желании каждый может зайти и на том языке, на котором ему нравится, с той или иной целью применять на проекте, вот. Значит, основные концепты у DynamoDB, это построение таблиц, айтемов и атрибутов, то есть, что такое, ну, таблица, понятно, а вот, сама таблица, это не просто, в привычном нашем понимании таблица, потому что построится она без каких-либо там constraint, это не relational database, без каких-то там sequence, здесь все просто, здесь ключ, значение, вот, и в основе положено было концепция hash key и range key, вот, то есть, hash type primary key, это основной ключ, он уникальный, вот, можно создавать таблицы с помощью только этого ключа, и у вас будет уникальное значение этого поля, по которому будет индексироваться вся таблица, вот, также возможность есть двойного ключа, то есть, hash key остается primary ключом, плюс к нему дополнительный тип, это range key, которые расширяют возможность индексирования, вот, по primary ключу. когда мы начинали пользоваться DynamoDB, вот, то, что здесь отмечено, как secondary indexes, их не было, то есть, DynamoDB развивается, и в плане того, что там есть свои подходы, мы о них поговорим чуть позже, как все-таки подходить архитектурно к построению таблиц и так далее, немножко было проблематично с помощью такого подхода просто hash key или hash range key, нужно было создавать дополнительные таблицы для того, чтобы можно было полностью фильтровать данные, как, как хочешь. Для более удобного инструментария, чтобы можно было и фильтровать данные, и использовать некоторую мощь, которая присутствует в relational database, Amazon подумал над этим и создали secondary indexes, вот, существует у них local, это то же самое, что и hash, привычные там, hash key и range key, то есть, hash остается такой же самый, мы можем добавить некую комбинацию, то есть, у нас будет уже, фактически, несколько ключей, там, вот, и global secondary indexes, то есть, это вообще называется secondary indexes, локальный, то есть, остается hash ключ такой же, и добавляется некоторый другой индекс, вот, ну, почему я потом объясню, почему это имеет значение, и global это полностью новый, там, hash и новый range, который тоже, как бы, сетается, когда, ну, когда мы пытаемся создать таблицу, вот, также в DynamoDB используются следующие типы данных, это скалярные типы, там, стринги, number, binary, boolean и now value, ну, и с некоторого времени string set, там, number set и binary set, ну, и самое то, что последнее было имплементировано, это документы type, list и map, это некоторая оболочка, то есть, прямого, допустим, для использования JSON инструментария, такого нету, но мы можем, как бы, такую, это, как бы, некоторая обертка для того же JSON и можем получать в нативном виде, чего не было, ну, как бы, до этой имплементации, и с этим тоже были некоторые у нас проблемы, вот, ну, вот здесь data model concept, как, в принципе, это выглядит, вот, я уже плюс-минус рассказал об этом, вот, ну, основа все, айтемы, в принципе, это имеется в виду row таблицы, вот, и атрибут, вот, это те же самые, можно сказать, филды, которые мы в привычном смысле слова используем в relational database, вот, здесь единственное, немножко все чуть по-другому, имеет значение, когда мы назначаем атрибут, вот, как мы используем item, вот, ну, и об этом чуть-чуть ниже. Значит, крейтнуть мы таблицу в DynamoDB можем с помощью, опять же, амазоновской консоли, которая позволяет нам зайти после крейта аккаунта, зайти на, с помощью браузера и такая панель, которая позволяет создавать новые таблицы, менеджить старые, делитать таблицы, вот, и некоторые настройки там позволяют менять для DynamoDB таблиц. вот приблизительно как выглядит этот процесс, заходим, крейтим таблицу, здесь мы выставляем праймеры ключи, хэш, тип ключа, или хэш и рэнч, но это уже этот самый скриншот немножко старый, потому что здесь раньше было праймеры ключ только и по цепочке шли, потом настраивали пропускную способность таблицы и дальше некие, некие такие алармы, как бы предупреждения в случае каких-то ситуаций, которые происходят потом с таблицей. Сейчас это уже немножко выглядит чуть-чуть по-другому, то есть на уровне праймер ключей мы задаем, но после того, как добавили дополнительные secondary индексы, здесь уже у нас получается картина немножко другая, мы можем на этапе создания таблицы добавлять уже и некие другие индексы, то есть global secondary и local индексы, появились дополнительные возможности для менеджмента этой таблицы. Несколько видов изменилось. И дальше, когда мы создаем таблицу, здесь у нас выставляется также так называемый read capacity unit, то есть это единица считывания данных и единица записи данных в DynamoDB таблице. Имеет очень важное значение как в плане перформанса таблицы, так и в плане потом биллинга, потому что Amazon считает все, сам сервис не бесплатный, поэтому приходится для правильной организации, для того чтобы это не было дорого, это было в разумных пределах, приходится высчитывать все-таки, какой же должен быть у таблицы, и какая же у таблицы должна быть пропускная способность. Об этом тоже мы поговорим позже, как это высчитывается, и какую же пропускную способность мы получаем. Здесь, после того, как мы креатим таблицу, есть возможность, еще мы ее, правда, у себя на проекте не использовали, у нас небольшое количество таблиц, но, в принципе, возможность такая есть, у Amazon DynamoDB SDK позволяет мэпить таблицы, так как мы привыкли это в привычном понимании, там, допустим, в JPA, вообще Object Persistent Model, вот, и DynamoDB тоже развивается, они придумали себе тоже такой Persistent Model, тут есть те же аннотации, можно мэпить таблицы, то есть получать полноценные там под же объекты, вот, и иметь доступ к объектам и сохранять их с помощью вот такой вот структуры. Также есть у нас инструментарий богатый для работы и для операций в DynamoDB. Значит, какие у нас операции используются? Это, в основном, операция на таблице, то есть это создание таблицы, ее update, delete таблицы, также операции сайта в таблице, то есть мы можем наполнять таблицу некоторыми элементами, потом их апдейтить, апдейтить эти атрибуты, то есть филды таблицы, вот, и это все может происходить приблизительно, вот, названия такие, как операция, они имеют четкое, как бы, название такое же в API, которое есть, вот, с помощью этого инструментария мы и работаем с DynamoDB. Вот, ну, это так приблизительно выглядит на Java, вот, в языке программирования, то, что мы делаем, это операции стандартные, то есть create таблицы, вот здесь можно наблюдать объект DynamoDB, который создается с помощью API на основе DynamoDB клиента, там, credentials, настройки есть, вот, с помощью которых, ну, когда мы создаем аккаунт, мы получаем некий набор данных для доступа, там, для авторизации юзеров в сервисе, вот, эти настройки, как правило, хранятся в файле, который имеет какой-то свой путь, который мы задаем, вот, он называется AWS Credentials, вот, там есть свои подходы по security к этим файлам, вот, где их можно хранить, где лучше их не хранить, вот, и, в принципе, этот клиент, он читает оттуда данные, который позволяет нам потом коннектиться в качестве коннектора последний из того, что я видел, там используется HTTP Client 4.3, Apache библиотека, вот, и на основе HTTP запросов происходит коммуникация с DynamoDB сервером, вот. Здесь тоже некоторое определение атрибутов, которые мы хотим создать в этой таблице, вот, ID, вот, атрибут type N, это, получается, у нас, number, потом схема ключей генерится, который будет hash key и атрибут name ID. Вот, и с помощью таких объектов create table, там, update table, я помню, request, в основном происходят операции стандартные, там, create, update и delete таблицы. Также здесь указывается name таблицы, имя, ключ, который переходит по key схеме, атрибут definition, ну, и пропускная способность на create тоже может здесь, если с помощью API, не с помощью консоли указывается, какая пропускная способность на read and write таблицы. Ну, и в конце здесь wait for active, потому что операция это не мгновенная, там, происходит какое-то время, вот, пока create неца таблица, и, очевидно, здесь возвращает некий, там, булиновский value, который позволяет определить, create, ну, если таблица или нет. Ну, похожая ситуация и с update table, вот, здесь, то же самое, вот, немножко это видоизменилось в сравнении с тем, что мы используем, мы используем несколько старее библиотеку на проекте, я сейчас наблюдаю все-таки изменения в API, вот, немножко оно изменилось, ну, выглядит это приблизительно так же само по нейму таблицы, мы можем вытянуть название, и этот объект позволяет полностью, там, производить манипуляции с апдейтом, апдейтить атрибуты, ну, более плотно, конечно, тут всего не расскажешь и не опишешь, потому что API очень большое, и полноценно в каждой ситуации нужно, конечно, смотреть документацию и, что, ну, по необходимости смотреть, что нужно использовать на проекте, какие операции, какие действия с таблицей, там, с атрибутами и так далее. Ну, delete-таблица тоже, delete-таблицы тоже происходит приблизительно в таком же ключе. Здесь основные перечисленные операции, которые мы можем производить сайтами в таблице, вот, даже здесь приведен пример с помощью вот этого DynamoDB, DynamoDB-мэппера, вот, когда мы непосредственно с помощью вот же объекта уже, который мэпится на таблицу, сохраняем изменения в таблицу, здесь вот, title и каталог item таблица, вот, и мы сохраняем здесь под IDH601, вот, с помощью мэппера, loading, ага, это вытягивает, получается, вытягивает рекорд из таблицы, вот, retrieve the item. Ну, также есть операции апдейта, API немножко видоизменилась, мы используем не самую последнюю версию, вот, и, в принципе, сейчас тяжелее в плане мантенеса, в определенный момент они изменили там API и добавили вот secondary индексы, но новый инструментарий удобнее и позволяет более гибче производить запросы к таблице, фильтрацию таблиц, вот. Ну, основные операции с сайтом мы здесь тоже, retrieve, update, update item, delete item, то есть, для того, чтобы понять, можно обратиться, опять же, к API и загрузить себе ту же бесплатную версию, поиграться с настройками, вот. Ну, интересно опираться на item тоже таблицы, с primary ключами, вот, с различными типами значений, здесь есть и стринг сеты, и number, вот, и булиновские значения, то есть, это, ну, создается item в таблице, вот. Вот, приблизительно, вот, такие методы используются в API. Есть также операции, но на динамо, на DB таблице операции query и scan, то есть, эти операции немножко отличаются, потому что query, операция, она непосредственно задействует primary ключ, и от того, что это индексированные поля, это быстрая операция, вот, и она не затрагивает всю таблицу. Операция scan подразумевает под собой сканирование данных, это не query операции, она задействует практически всю таблицу, вот, ну, это не говорит о том, что операции scan мы сразу сканируем всю таблицу, но операция происходит с самого начала, как распределены там данные по запросу, вот, и получается, там, если есть настройка по умолчанию, я уже не помню, там, пейджинга этого на scan, то оно сканирует вот по тому запросу данные с самого начала и до самого конца, то есть, такая операция, ну, не совсем рекомендуется, сканирование таблиц, в некоторых случаях она необходима, но лучше к этому вопросу подходить грамотно, вот, здесь, в принципе, пример, как эта операция происходит на query, вот, query таблица, опять же, мы имеем какой-то некий ключ, вот, и какой-то condition для ключа, ключ равен такому-то значению, вот, value map создаем стринговый, вот, и опрашиваем таблицу, вот, всегда здесь получается, ну, нужен хэшки, вот, value, которые, по которым мы опрашивали таблицу, ну, и плюс там есть еще дополнительные какие-то условия, которые мы можем использовать, но, как правило, это условие, оно касается, там, хэш-ключа, вот, по тем условиям, по которым мы можем однозначно определить индекс этого ключа, и таким образом операция будет происходить быстро, то есть это, там, либо равно такому-то значению, либо, там, меньше, либо начинается с такого значения, вот, такие операции, вот, сканирование приблизительно происходит в API scan request, есть такой объект, который позволяет, имеет метода, вот, и с помощью их мы устанавливаем настройки на этот scan request, это имя таблицы, фильтрация, filter, expression, вот, в данном случае это price, меньше некоторого, value, вот, expression, против которого мы будем выполнять эту scan операцию, это ID, вот, и дальше выполняется scan, scan операция, вот, ну, я говорю, наш Bumblebee хорош всегда, но Bumblebee нужно уметь пользоваться, то есть нужно хорошо знать, и, в принципе, в процессе разработки мы столкнулись с определенными проблемами, с определенными, там, эксепшенами, когда мы настраивали таблицы, потом использовали данные, тестировали эти данные, ну, для того, чтобы не получилось такой ситуации, когда садишься за руль гоночного автомобиля и далеко не уезжаешь, надо внимательно читать, что мы имеем в API и документацию DynamoDB, потому что это гоночный автомобиль, но у него есть определенные инструкции по использованию, вот, некоторые limitation существуют, вот, и в чем состоит limitation, одни, ну, там их больше на самом деле есть, я просто такие основные, как бы, перечислил здесь, которые имеют непосредственно самое такое главное значение, вот, это, как бы, read и write capacity units, вот, то есть операции, что подразумевается под одним юнитом, одной единицей чтения и записи, вот, для strongly consistent read, что такое strongly, это данные, которые мы непосредственно получаем после того, как они уже там есть, то есть мы можем производить операцию чтения, там, допустим, сразу же после того, как какие-то данные туда сохранились, то есть это позволяет нам вытягивать сразу данные, которые уже там есть, они актуальны, потому что есть еще eventual consistent read, то, что производит, как правило, сканирование таблицы, то есть это не, данные не могут точно совпадать с тем, что есть таблица, там может быть разница между количеством данных, то есть это так построена DynamoDB архитектурно, вот, и здесь надо учитывать эту особенность, что для таких операций может быть разные, высчитываться по-разному вот эта единица записи, единица считывания, вот, то есть для таких операций strongly consistent или две операции eventually consistent, для одного айтема, то есть важно еще размер айтема, который есть в 4 килобайта, вот, и, ну, считается то, что если айтем у вас меньше 4 или до 4 килобайт, это считается за одну операцию чтения, вот, strongly consistent, или можно сказать, что две операции eventually consistent и одна операция на айтеме до записи до 1 килобайта в размере, вот, потом item size здесь, item size это размер полностью, ну, как бы, рядка, row в таблице, он не может превышать 400 килобайт, это очень важно, потому что мы, когда начали имплементацию уже, как бы, на сегодняшний день более старой версии DynamoDB, даже не было этих размеров, там, по-моему, было 64 килобайта на айтем, вот, и, поскольку приходилось сторить большие джейсоны, там джейсон мог весить, ну, возможно, они не такие большие, в принципе, но для DynamoDB оказалось недостаточно, то есть не превышали размер, вот, и когда мы пытались их сохранить в поле для стрингового, то есть получалось достаточно не потому, что там какие-то другие лимиты, просто лимит в сайзе айтема, и приходилось тогда атрибут этот, в котором сохранялся этот джейсон, просто архивировать, архивировать, то есть эта архивация помогает, и, в принципе, и по сегодняшний день рекомендует измерять, приблизительно просчитывать, какие данные у вас будут в таблице, то есть имеет значение, потому что в эти данные учитывается не только размер айтема, учитывается даже в эти данные названия айтема, потому что оно тоже может быть разным, есть limitation там, по-моему, на количество символов, сколько может использоваться для названия таблицы, для названия айтема, вот это тоже имеет значение, вот, то есть item size не может превышать 400 килобайт, вот, есть свои подходы, есть что нужно делать, если он будет все-таки превышать, вот, о них можно там почитать, то есть там оно разбивается, айтем разбивается на некоторые, скажем, части, вот они имеют свои там ключи, названия, и таким образом можно его потом производить операции квери, а не скана на этих айтемах, ну, это свои подходы, в принципе, у нас, как бы, сейчас на данном этапе айтемы не превышают 400 килобайт, и операции чтения записи происходят достаточно быстро, вот, потом limitation есть еще на пропускную способность, то есть пропускная способность по умолчанию там задается один read capacity unit, один write capacity unit, потом в любой момент можно увеличить, естественно, увеличение сразу отобразится на стоимости использования такой таблицы, и уменьшить provision throughput можно только четыре раза в день, то есть если вы повысили до определенной, при необходимости, чтобы увеличить и performance, и пропускную способность application, то уменьшить можно будет потом только четыре раза в день, вот такое ограничение есть, значит, максимальное количество вторичных индексов таблицы это пять на local secondary и пять на global secondary для одной таблицы, вот, и атрибут value не должны быть, не могут быть пустой строкой, вот, то есть по умолчанию, если там сеттется атрибут, он либо полностью пустой, то есть это now value, то есть пустое значение не может быть, вот, это такие ограничения на DynamoDB таблицу, но есть определенные наработки, best practices для построения там таблиц, для обслуживания айтемов, атрибутов, всех их перечислять тоже очень долго, потому что документация очень объемная и большая, вот, ну, для таблиц это, например, одни из таких популярных, это кешировать популярные айтемы для того, чтобы там есть свои инструменты у Amazon Elastic Cache, с помощью которого можно кешировать часто доступные айтемы для того, чтобы не производить операцию часто, если это необходимо, тестировать аппликейшн после того, как аппликейшн скалируется, для того, чтобы можно было определить, насколько, насколько возросла нагрузка на эти данные, потому что если аппликейшн используется достаточно плотно, то данные все равно накапливаются, для того, чтобы потом не происходило большой нагрузки все равно существует такой подход архивирования данных и Amazon это рекомендует для того, чтобы переносить эти данные куда-то из DynamoDB, если это не так часто используется на какие-то другие сториджи, либо здесь же архивировать, но если это не большие объемы данных, опять же таки. Ну, understand access patterns, то есть надо читать документацию, как правильно там есть свои подходы, как правильно использовать построение таблиц, relationship между таблицами, то есть там желательно использовать one-to-many relation, но он такой условный, one-to-many, потому что как такового relation между таблицами нету, но для того, чтобы было совпадение по ключам и мы могли, вытянув с одной таблицы данные, потом опросить другую таблицу, либо записать в нее данные. Здесь же вот, да, item best practices, на айтемах есть one-to-many tables instead of large set attributes, то есть не приветствуются таблицы с большим количеством атрибутов, то есть таблица тогда не будет такой эффективной. вот, compress large attribute values, то есть то, о чем я говорил, что большие данные с более таким большим объемом компенсировать, архивировать их, вот, для этого и встроенный в Java инструментарий есть, то есть store large attributes values, там есть возможность тоже коммуникации DynamoDB с Amazon S3 Storage для хранения больших, там, высоконагруженных, таких как объемные там картинки, видео какое-то, вот, по каким-то ключам можно сохранять в Amazon S3 Storage. Есть еще сервисы более быстрые, там, ну, один из распространенных, во всяком случае, Amazon S3, вот, ну, и так же само распределять большие атрибуты по multiple items, тоже такой подход, для того, чтобы атрибут не был большим по объему, но что-то все сказывается на performance таблиц, вот, ну, query scan, таблица, мы практически в редких случаях используем скан, то есть там эта операция должна быть продуманная, поскольку она и самая дорогостоящая в обслуживании в DynamoDB, и там сейчас новая у них есть фишка parallel scans, вот, которая позволяет оптимизировать эту операцию сканирования, вот, ну, и подход такой, что избегать такого непредсказуемого чтения с помощью операции скана, вот. Ну, о чем можно еще поговорить, это о прайсинге, потому что наши настройки все API хорошие, мы можем разобраться, написать грамотный Java код, там, замепить эти таблицы, посмотреть на структуры, почитать документацию, там есть хорошие практики по документации, как этот код монтейнить, и как с ним обращаться, но при этом нужно, естественно, смотреть на прайсинг, и как мы будем вычислять, потому что потом будут счета приходить, естественно, либо к клиенту, либо к нам, если мы используем этот сервис. Для этого существует simple, этот калькулятор, вот, который есть, тоже на сайт можно зайти, причем, интересно, существует для практически каждого сервиса в Амазоне, вот, где мы можем задать датасет, объем, там, айтемы, какого у нас объема приблизительно будет, вот, сколько нам нужно операций чтения, там, в секунду, чтобы производить, значит, на основе этого мы можем для каждой таблицы вычислить, сколько же мы будем тратить денег в месяц, что очень, в принципе, удобно. Вот, ну, то есть, free usage tier нам позволяет использовать 12 месяцев, то есть, мы можем 12 месяцев спать спокойно, а дальше уже придется думать, вот, как это делать. Ну, вот здесь простенький такой пример в прайсинге, то есть, Амазон индексирует дату по сториджу, то есть, не только за использование там чтения и записи операций придется платить, но и за хранение данных. То есть, первый для DynamoDB, там, 25 гигабайт free, потом, после 12 месяцев, получается, хранение гигабайт в месяц вам придется 25 центов, вот, ну, из расчета, там, допустим, 30-дневного месяца, здесь приблизительный пример расчета, вот, таблицы и стоимости таблицы, сколько вам обойдется таблица в месяц, ну, допустим, вам нужен миллион операций чтения и записи, вот, в день, и сторидж дата, это 3 гигабайта, допустим, вот, и ваш айтем, предусловно, если есть ваши айтемы не больше одного килобайта, то есть, это можно будет, там, есть инструментарий, который меряется, и в API тоже можно потестить, сколько же приблизительно, там, один айтем займет с таким наполнением, с такими данными, с такими типами данных, вот, и здесь рассчитывается из расчета, допустим, там, миллион райтов на 24 часа, на 60 секунд мы получаем, что у нас приблизительно в секунду, это будет, там, около 12 юнитов займет у нас в секунду райт-капасити, вот, такой же приблизительно капасити будет и на рид, вот, поэтому, ну, прайс разный на рид и на райт-капасити, то есть, здесь мы видим, что эти 12 райт-капасити нам обойдутся, там, в 18 центов в день, на эту таблицу, а на рид-капасити нам обойдется всего лишь в 3 цента, вот, и умножив на, там, 25 на 3, поделив на 30, вот, и наши косты с тремя гигабайтами мы получаем, вот, такой, в день у нас приблизительно, там, сколько, 20, 00-25 в день для 3 гигабайтов кост, и, в целом, кост получается с сториджем и с рид-райт-капасити где-то 22 центов в день, вот, вот, так, и, умножив умножив, естественно, это все на 30 дней, получаем, такая таблица нам обойдется в 7,5 долларов обслуживания в месяц, если мы будем платить за этот аккаунт, вот, ну, к сожалению, здесь немножко текст расположился, где же основное применение находят DynamoDB таблицы, вот, идеально, конечно, это аппликейшн с маленькой задержкой в чтении и в записи, то есть это должно быть высокоскоростные какие-то, маленькая latency должно быть, вот, и возможность скалировать свой сторидж, свою базу, вот, уменьшать, увеличивать пропускную способность, вот, ну, и без изменений, собственно говоря, в самом коде, вот, что используется для этого, ну, мобильные аппликейшны, игры, онлайн игры, там, всякие, предоставление всяких данных, быстрое, там, в, ну, live voting, это эти различные голосовалки, форумы, там, где нужно быстрый респонс, вот, web-based контенты, тоже в связке с метаданной, в связке с Amazon, с 3-сториджем, ну, такие вот сферы, ну, можно говорить о том, что, как бы, гоночный автомобиль, он есть гоночный, то есть, в принципе, это, DynamoDB не предназначено для хранения больших объемов данных, либо высоконагруженных, то есть, по объему больших, вот, ну, и можно сравнить приблизительно, что гоночная машина, это, конечно, не биласт, для таких данных существуют другие сториджи, другие подходы, вот, вот, в общем-то, и, наверное, ну, здесь есть некоторые конкуренты в этом плане, то есть, это стандартно Windows-овский Azure Table, там есть сторидж, у Google есть определенные наработки, Apache HBase, хотя это немножко чуть другое, ну, и MongoDB, там, их на порядок больше сейчас клауд-технологии развиваются, таких сервисов, вот, но при использовании, как, могу сказать, свои собственные впечатления, достаточно быстрый и очень эффективный сторидж и сервис, который предоставляет компания Amazon. Ну, вот и все, в принципе, по презентации, если есть у кого-то какие-то вопросы, я рад буду ответить. Что-то никого. У меня плюс первый. Сколько вы лет пользуетесь Amazon на своем проекте? Три года. Ага, три года. То есть, за три года у вас достаточно много наработок? Да, за три года много наработок, то есть, у нас, ну, не только мы просто в качестве API используем и не только DynamoDB, поэтому, ну, DynamoDB, как один из веб-сервисов, то есть, поэтому наблюдаешь развитие, как развивается этот сервис, ну, то есть. Я поняла. А почему приняли решение использовать именно DynamoDB? Ну, наверное, не знаю, больше толчок был, честно говоря, я, например, не знаю, это подтолкнул больше клиент, но изначально был у них аккаунт, там, они использовали S3 storage для картинок и так далее, но потом возникла необходимость, поскольку, ну, как бы, может быть, не уточнять, но у нас все-таки такой проект, который предполагает, как бы, такую настройку flexible для использования определенного количества пользователей, то есть, сегодня может быть 1000, завтра может быть 100, послезавтра может быть 1, 2, вот, и некоторые таблицы, их, как оказалось, хранить, потому что у нас, в принципе, все данные хранятся на Амазоне, вот, на Клауде, но хранить, оказалось, использовать дешевле на DynamoDB, чем в базе данных, вот, потому что за базу данных, за объем, там тоже деньги платятся, поэтому клиент посчитал, и они в использовании на порядок дают больше эффекта и доступ на порядок быстрее, чем relational database. Ну, конечно, при грамотном планировании таблиц, там, архитектурном подходе, потому что нужно учитывать такие тонкие моменты объем айтемов, там, доступ к атрибутам, типы данных, вот, вот так. Я поняла. Ребята, есть вопросы к Сергею? Да, есть вопрос один. Касаемо, то есть, я так понял, вы использовали изначально DynamoDB, да? Да. Со старта работы над вашим проектом, да? А не было опыта, так бы, перехода, ну, ладно, я не говорю, что там, ну, SQL и революционными базами, да, наоборот, это очень тяжело. А между другими, я имею в виду, то есть, там, не знаю, переезжали из каких-то своих баз на амазоновский, наоборот. В том-то и дело, что как раз таблицы, которые вот мы используем, их не так много, еще с порядка, там, десяти, вот, ну, это основные нагруженные такие таблицы, которые перешли из MySQL. Ну, и как, я имею в виду, трудозатраты большие были при этом, то есть, много ли пришлось изменять? Ну, то есть, я вижу, очень много таких limitation, ну, например, там. Да, да, ну, как бы, по схеме, в принципе, не очень, вот, пришлось изменять. Единственное, пришлось хорошо изучить сам API и посмотреть, как это действительно работает, то есть, период тестирования, ну, достаточно так это заняло, насколько я помню, так, до двух месяцев, потому что это новое было, никто с этим не сталкивался, то есть, приходилось заново это все изучать, это неизвестно было, при том, что, ну, изучались все эти операции и реквесты, и сканирование, как это происходит, какая отдача, где какие есть эксепшены, как это, то есть, там, настройка тоже этих алармов есть, когда, если у тебя превышает write или read capacity units, как настраивать, как гибко, вот, то есть, это достаточно такой не быстрый процесс был, но теперь уже есть какие-то наработки, какой-то опыт в этом плане, и можем даже, в принципе, в этом плане консультировать то, что у нас и происходило, потому что человек, которому нужно было на PHP, он, в принципе, ну, читал документацию, но ему было интереснее лучше услышать, там, из первых уст, как это происходит, и он для себя больше понял просто так глобально, как, как действительно это происходит, потому что не всегда читаешь документацию, и понятно, что же там подразумевается, тем более сейчас очень сильно разрослось API, я смотрю, что они как-то, ну, даже не трудно сказать, они прогрессируют куда-то, но то, что оно расширяется, и они какие-то все новые фишки придумают, все новые какие-то там дополнения, то есть, ну, даже мы перешли, мы раньше использовали, считалось, для S3 Storage, тоже библиотека самая лучшая, там, Third Library, мы ее убрали, потому что она уже не актуальна, Amazon уже выпустил свое, и оно на порядок быстрее по responsive, ну, responsive, чем было, вот. То есть это Common Case, когда вот у них что-то меняется в API, да? Да, это, ну, мы, в принципе, сейчас используем не новый вот этот, даже API у нас нет, у нас из этого, ну, мы немножко привязаны по своей архитектуре, там есть привязка, а здесь сейчас уже новый HTTP-клиент, мы сейчас библиотеку third party не можем поменять, есть такая небольшая проблема. Вот этот механизм вторичных ключей они сделали, потому что многие люди жаловались из-за того, что опрашивать очень тяжело, надо создавать дополнительные таблицы, потому что опросить таблицу можно только по primary ключу, ну, еще плюс тот range и все. И дальше у тебя получалось много-много таблиц, там one to many. Вот сейчас они когда сделали вот эти secondary ключи, можно уже создавать дополнительные ключи по необходимости таблицы. Если тебе нужно, ты видишь, что она часто используется, допустим, вот эта такая индексация, ты можешь ее включать, вот, либо даже, ну, переопределять таблицу, просто нет механизма, там, по-моему, local, вот эти secondary ключи, они создаются во время создания таблицы. Ну, в принципе, есть возможность копирования таблицы, вот, и потом копирование данных в эту же таблицу. Вот, как-то так. Но Amazon не стоит на месте. Здесь, я говорю, я вот открыл, даже готовясь к презентации, здесь очень много вещей, которых даже, ну, не хватило бы времени и дня рассказывать, сколько еще есть. Вот, там и какие-то еще и свои стримы получились, там, правда, они сейчас в превью еще видят, даже еще не читал для DynamoDB, то есть развивается. Если есть вопросы. Есть еще вопросы, ребята? Так, ну, если нету, Сергей, спасибо тебе большое за сегодняшнюю презентацию, вот. Всем хорошего дня, всем спасибо, что были сегодня с нами. Всем пока. Заеду. Да, спасибо большое. Пока. Пока.